Здравствуйте, в эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». В студии я и ведущий Александр Гурарье. Серьезный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, продолжает развиваться, и Министерство финансов государства Израиль, как, впрочем, и в других государствах, тоже обеспокоено серьезной проблемой, где взять деньги. Деньги можно найти в разных местах, но самый надежный, самый проверенный способ, и самый, в общем-то, безотказный, это найти деньги в карманах налогоплательщиков. С этой целью Министерство финансов государства Израиль разрабатывает целую программу о том, как, ну, так и хочется процитировать Остапа Бендера, да, как изъять деньги у населения. А поможет нам разобраться в этих замечательных проектах бизнес-консультант Цви Тореф. Цви, добрый день. Ну, добрый вечер уж, да. Добрый вечер. Итак, Министерство финансов запускает различные, так сказать, механизмы для того, чтобы пополнить государственную казну. Ну, в частности, предлагается налог на выезд. То есть, имеется в виду, что граждане, которые будут покидать страну, ну, не в смысле туризма, а вот на какой-то более длительный срок, они должны будут заплатить определенный налог. Ну, давайте начнем с этого налога. Что это за такой страшный зверь, и как он будет работать? Во-первых, давайте начнем с того, что это пока информационный вброс. Ну, да, то есть, они посмотрят. То есть, если народ будет на улице, начнет бить витрины, то тогда, может быть, они скажут, мы пошлицами. Конечно, на витрины бить не будет, но они проверят, нет, к счастью, потому что это цивилизованное поведение. Так вот, они посмотрят на реакцию. По поводу налогов на тех, кто уезжает. Значит, смысл вот в чем. Очень многие израильтяне живут за границей. Сегодня тот, кто более 185 дней находится за границей, считается налоговым президентом Израиля, здесь налоги не платят. Налоговому правлению, с учетом, что многие пользуются этой ситуацией, надоело это. И они решили несколько изменить ситуацию. В первую очередь, они сейчас делают акцент на понятии центр жизни. То есть, где у тебя центр жизни, на самом деле, а не там, где ты действительно находишься. Вопрос, где у тебя центр жизни? Вот, кстати, он граничит по глубине с вопросом, в чем смысл жизни. Имеется ввод в виду, что, например, человека, дети растут здесь, квартиры здесь, все здесь, он уезжает в длительные командировки. Одна жена здесь, вторая жена, да. В 185 дней он действительно находится за границей. Но, по сути своей, он доход создает здесь и живет в Израиле. Поэтому государство говорит так, раз такая ситуация, будь добр, плати. И они сейчас уменьшают количество дней, которые необходимы для того, чтобы ты был... Президентом. Да, они сейчас так. Если ты в Израиле не был 100 дней, при условии, что предыдущие два года ты был не более 185 дней, вот тогда только мы тебя будем признавать действительно не налоговым резидентом. Там сложная система. И сейчас зачем объяснять это все? Завет много времени, и вряд ли это актуально, потому что еще будет 10 раз меняться. Но принцип один. Но на всякий случай людям надо приготовиться. Приготовиться вот к чему. Что будут смотреть не на то, сколько дней ты отсутствовал, а на то, где реально твой центр жизни. Еще раз повторяюсь, и твоя семья в Израиле, квартира в Израиле. Да, ты ведешь бизнес за границей. Но, по сути своей, вся твоя жизнь основная здесь, плати налоги здесь. Если ты с семьей уехал за границу с концами, ну, с концептом, на несколько лет, ну, понятно, да, ты не подлежишь налогообложению в Израиле. И это, кстати, не смертельно, потому что есть соглашение об устранении гражданого налогообложения. Не все так страшно. Да, придется в Израиле платить больше налогов, но это не исключено, что это приведет к уменьшению налогов за границей, например. Вряд. Если я правильно понимаю, то есть, если человек живет за границей, там работает за границей, там зарабатывает и там платит налоги, то он представляет... Нет, тут речь идет о налогах, секундочку, это не идет о налогах на зарплату. Здесь идет речь о налогах на ценные прибыли, о ценных бумаг, на недвижимость, доходы от недвижимости. Вот такие пассивные налоги, пассивные доходы. Они очень аккуратно к этому подходят. Так что тут надо четко совершенно понимать, что финансовое управление, министерство финансов тоже не идиоты. Нет, я не говорю, что они идиоты. Я говорю, что они люди, которые хорошо делают свою работу и хотят как можно больше заработать в государственную казну. Но они не собираются резать золотых коробками, да? Не собираются. Они хотят подойти к этому достаточно разумно. Посмотрим, что из этого выйдет. Благими намерениями, да, у Стилен до города ватт. Цвей, какие еще налоги, на ваш взгляд, будут увеличены? И что нам ждать в ближайшее время? Я не думаю вообще, что будут увеличиваться налоги на самом деле. Может быть будет, что более реально, налогоуправление будет тщательнее следить за уплатой налогов, чтобы уплата была полноценная, полная, чтобы меньше уклонялись от налогообложения. Потому что сейчас, в сегодняшних условиях поднять налоги, это нанести еще один удар экономики. На это никто не пойдет, поэтому я не ожидаю ни увеличения НДС, ни подоходного налога, ни налога на прибыль, ни акцизов, ничего. Что действительно налогоуправление пытается сделать, каким-то образом больше контролировать не облагаемый, укрываемый от налогообложения доходы. В частности, в сегодняшней действии такая система. Если у вас налоговый счет, хешбонит масс, с НДС МАМ на 16 тысяч и больше, то есть только НДС, 16 тысяч и больше, этот счет подлежит контролю, то есть бухгалтер обязан отослать копию этого счета в налогоуправление и подтверждать, что подлинник у него. Только при этих условиях можно получить возврат НДС. Судя по всему, они хотят снизить планку до 5 тысяч. 16 тысяч была сумма сделки или сумма НДС? А сейчас разговор идет о том, что хотят любую сделку свыше 5 тысяч. И вы идиот охрану неправильно поняли, и я думаю, что при переводе это не учли. Потому что что такое 5 тысяч налоговый счет? Их миллионы. Налоговое управление с этим не справится физически, просто. Речь идет, судя по всему, все-таки о снижении планки НДС. То есть если в счете будет похоже. Я в случае разговаривал с аудиторами, которые в курсе событий. Они говорят, видимо, речь идет именно о сумме НДС 5 тысяч. То есть счет это порядка 35 тысяч шекелей. Надо пояснить тогда, потому что прошел слух о том, что на любую сделку свыше 5 тысяч шекелей необходимо будет, чтобы бухгалтер давал определенное подтверждение. То есть, скорее всего, запущена ошибка, и речь идет о том, о сделке, при которой налог на добавочную стоимость 17% от суммы сделки составляет 5 тысяч и более. Это не разрешение. Это речь идет вот о чем. Если я хочу получить возврат НДС, да, мне причитается возврат НДС, то он будет делаться не автоматически, а налоговое управление будет проверять, действительно ли существует такой налоговый счет, и сверяться с тем, что с этого налогового счета кто-то его выдал, заплатил свой НДС. То, что сегодня происходит со счетами, начиная со 100 тысяч шекелей. Там как раз 16 тысяч НДС примерно. Хорошо. Но, секундочку, я сразу хочу сказать. Это план. А реально я не уверен, что это пройдет, потому что уже есть официальное заявление руководства объединения аудиторов, что они не согласны. Я думаю, что налоговые консультанты к этому присоединятся по одной простой причине. Это резкий рост объема работы для бухгалтеров. Это не бизнес будет заниматься этим. Это будет заниматься бухгалтер, который, кроме подачи обычного отчета МНС, должен будет каждый раз записать, заплатить определенный бланк, отправлять его через электронную систему интернетовскую, да еще сканировать и отправлять копию этого счета. Это колоссальная работа. Я очень сомневаюсь, что это будет воплощено именно в таком виде. Но контроль, видимо, будет. То есть тенденция найти доходы, которые не облагаются налогами, и взять с них налог. — Ну хорошо, значит, налоги подниматься не будут. Будет ужесточение сбора налогов. То есть фискальные органы будут работать в две-три смены. Но тем не менее, ритолический вопрос, где деньги, ЗИН, где государство возьмет деньги. Вот сегодня только появилось сообщение, я получил от Министерства финансов рассылку о том, что министр финансов и премьер-министр решили продлить выплату безработицы, способию безработицы тем, кто был отправлен в отпуск без содержания до середины августа. У них должно было это закончиться с 1 июля. Да, это все замечательно. Действительно, это спасательный круг для многих. Но откуда деньги? То есть какие-то все-таки непопулярные меры должно будет предпринять государство для того, чтобы каким-то образом пополнить казну? — Значит, давайте сразу поставим точку. Да, должны будут, но это будут не единовременные меры. И я не думаю, что это будет именно из кармана, скажем, наемных работников или малых бизнесов. Будут искать источники, которые на сегодняшний день просто налогами не облагались. По темным причинам, в первую очередь, потому что эти доходы укрывались. Откровенно говоря, я очень часто встречаю, вот беру отчет, вот он кричит, я ворую, я ворую, возьмите с меня налоги. — Он в смысле финансовый документ кричит, да? — Да, совершенно верно. Там он такой, что даже не надо проверять, все ясно. Просто налоговое управление руки не доходят до этого. Я думаю, сейчас будет акцент сделан именно на этой. Тот, кто думает, что он обманет и где-то там не заплатит налоги, я боюсь, что может вот сегодня ошибиться, потому что будут искать деньги именно там. Это с одной стороны. С другой стороны, на самом деле, все крупные суммы, о которых говорило государство, 80 миллиардов, 100 миллиардов, которые будут вложены в то, чтобы поддержать народное хозяйство, к сожалению, далеко не эти суммы были вложены. — А куда они делись? — Они никуда не делись, их не использовали. — Не украли? — На самом деле, не использован до конца. — Я говорю, не украли хотя бы эти деньги? — Нет, украли. Смотрите, они не использованы до конца. Это с одной стороны. С другой стороны, Израиль вошел в ситуацию с кризисом в очень хорошем макрофинансовом состоянии, то есть очень низкий уровень государственного долга, стабильная ситуация с валютой и так далее. Как результат, у государства была возможность вложить эти деньги. Поэтому я не ожидаю больших... Самое страшное, что может произойти, что люди сейчас все равно не захотят тратить деньги. Они получат поддержку, пособие, какие-то компенсации. Но в отличие от тех лет, когда они были спокойны, видели вперед, смотрели вперед с уверенностью, сегодня этой уверенности нет, и будет падать потребительский спрос. А вот это подтянет за собой все это, подтянет в целом снижение валового внутреннего продукта. Тогда будет плохо. То есть Старик Кейнс сейчас в гробу переворачивается? Почему? Ну как, его теория? Ну какая? Наоборот. Потребление? Ну как раз государство должно вмешаться. Должно вмешаться и любыми способами стимулировать потребление. Да. Да. Поэтому принимается решение о том, чтобы предоставить вот эти вот пособия по безработице продлить. Я прошу прощения, извините меня. Продление пособия по безработице, это не называется политикой стимулирования потребления. Это называется политикой спасения от голодной смерти. Потому что к стимулированию потребления это не имеет никакого отношения. То есть это деньги столь мизерные, что их хватает семье или человеку, который получает их, только на то, чтобы свести с концы с концами, причем очень и очень скромно. Поэтому к стимулированию потребления это не имеет никакого отношения. Они сохраняют людям доходы. Жизнь они сохраняют людям. Прежде всего. Но ведь жизнь это то же самое потребление. Это тоже те же самые продукты. Но это потребление минимального пакета продуктов, минимальной корзины продуктов. А все, что выходит за пределы, это и зрелища, это рестораны, бары. Это все останется вне. У нас не работают на самом деле. И работать скоро не будут. По разным причинам. И одна из причин, что даже те, у кого есть деньги, не спешат туда. Тем более, я уже не говорю о покупке дорогостоящих изделий. Сегодня как раз была статистика, насколько упало потребление, причем не в месяце пика, а вот сейчас. Насколько упало потребление предметов долгосрочного пользования. Потому что люди боятся тратить деньги. Они уже ученые. Вот это будет самая главная проблема. Надо будет ломать психологию. Психологию можно сломать только одним. Не повышать налоги, а обеспечить некую перспективу, чтобы люди не выложили. Да, мы вас все равно. Но поддержим вас. Будет возможность тратить деньги в перспективе. Вот. Я надеюсь, что это пойдет. Я тоже очень надеюсь, что это пойдет. Я не смотрю с большим оптимизмом, но, во всяком случае, без особого пессимизма. Ну, сейчас, конечно, очень многим и торговым сетям, и импортерам следует очень серьезно пересмотреть структуру товаров, которые они привозят и продают. Да, это сейчас должна быть в первую очередь дешевые, простые товары, которые будут пользоваться наибольшим спросом. Не обязательно, но вы обратили внимание, что КАЦ установил на постоянной основе то временное снижение таможенных пошлин, которое ввел Кохлон. И Кохлон вначале ввел снижение пошлин временное. А временное снижение, оно ничего не дает, потому что импортер знает, что потом поднимут, он не спешит снижать цены. КАЦ сейчас на обувь, на одежду, на целые позиции по электронике, телефоны, компьютеры и так далее, отменил пошлины на постоянной основе. А вот это, по идее, должно привести к снижению цен в целом. А, соответственно, возможно, как-то стимулирует потребление. Но, с другой стороны, это снижает поступление в бюджет. Да. Так в том-то и дело, вот они таким путем, потому что бюджет сегодня, в общем, финансовое состояние государства такое, что оно может себе позволить. Еще раз, для сравнения, у нас перед короной государственный долг был примерно 60% внутреннего валового продукта. В подавляющем большинстве разных стран он превышал 100%. И сейчас они еще увеличат, и мы увеличим, но мы подойдем до 75%. То есть мы даже не подойдем к тому уровню, который был до кризиса в развитых странах, в Европе или в современных штабах. А все ругали, кахлон плохой, кахлон плохой. Это не кахлон, это за многие годы руководство Министерства финансов. То есть это вопреки кахлон. Когда Нетаньяу был министром финансов, взяли курс, и любой избыток налогов первым делом отправляли на снижение государственного долга. И сегодня это сыграло свою положительную роль. Ну что ж, будем надеяться, что действительно наша экономика сильная, и мы из этого коронавирусного болота все-таки выплывем. Спасибо большое. Напоминаю, что мы беседовали с бизнес-консультантом Цви Тарефом. Всего доброго, до свидания.